И меня слышно? Да, слышно. Хорошо, значит, тогда мы можем начинать, наверное, да? Иркан Славович начинает, Иркан Славович начинать, наверное, да? А, хорошо, спасибо большое. Значит, давайте, я тогда буду, наверное, номер слайда говорить. Номер слайда написан внизу на странице справа. Единственное, что, Сергей Константинович, я вас почти не слышу. Честно говоря, я слышал, что вы сделали какое-то теплое представление, но какое я не услышал. В любом случае, спасибо большое. И спасибо большое за приглашение. Ну вот давайте, может быть, откроем слайды на самой нулевой странице, на названии. Так, значит, поскольку, так, немножко сложно собраться с мыслями после всех этих технических проблем, но давайте так я скажу. Значит, поскольку школа проводится по геометрическому анализу, и как-то я планировал немножко рассказать про субфинслевую геометрию, которая в последний год достаточно активно развивается, как мне кажется, я подумал, что, наверное, правильно будет, как бы, показать, откуда эта субфинслевая геометрия родилась. И, с моей точки зрения, здесь есть две, ну, как-то правильно сказать, ну, два основных направления, каким образом эта субфинслевая геометрия появилась, помимо всяких приложений, таких достаточно понятных, типа изображения, робототехники, там, квантовых систем. Значит, у субфинслевой геометрии есть два очень важных приложения в чистой математике, и я бы хотел о них немножко сегодня поговорить. Сергей Константинович, пожалуйста, включите слайд, который называется «Парадокс Бана-Хатарского», слайд номер два. Значит, ну, вот, собственно, раз уж у нас геометрия и анализ, то я подумал, почему бы не начать с дискретных групп и «Парадокса Бана-Хатарского». Мне кажется, это вполне естественно вписывается в тематику школы. Ну, давайте я коротко скажу, что такое «Парадокс Бана-Хатарского». Ну, в принципе, вещь известная, но смысл его заключается в следующем. Что если у нас есть в эвклидовом пространстве трехмерном шар единичного радиуса настоящий, то этот самый шар можно разбить на пять непересекающихся множеств, таких, что если эти множества передвинуть с помощью обычных поворотов движений пространства РТ, то из этих пяти множеств можно, на самом деле, составить два шара после движений, точно такие же, как исходный. То есть, на самом деле, исходный шар радиус один можно разбить на пять частей, из которых составить два шара, тоже радиус один. Вот такая вот совершенно удивительная история, которая, на первый взгляд, кажется неправдоподобной, но смысл ее заключается в том, что, а почему бы и нет, кто бы сказал, что это невозможно, это вроде как противоречит интуиции, а интуиция это противоречит вот по какой причине. Мы ожидаем, что если мы порезали шар радиуса 1 на какое-то количество кусков, то то, что мы из этих кусков соберем, оно будет того же объема, что исходный шар. А то, что получилось, имеет объем в два раза больше. Значит, ну объяснение простое, заключается оно в следующем, что на самом деле на пространстве R3 вы не можете ввести конечную меру, которая была бы аддитивна, которая была бы инвариантна относительно движения пространства R3, которая была бы аддитивна с точки зрения дизъюнктного объединения. При этом совершенно не обязательно здесь требовать от этой меры, чтобы она была счетно аддитивна. Даже конечная аддитивная мера на R3 такой не существует, которая бы мерила меры всех множеств, и меры ограниченных множеств были бы конечными. Продолжение банка Таска это явно показывает. Хорошо, давайте переедем на слайд номер 3, который начинается со слов «Доказательство основное на рассмотрении дискретной группы». Да, значит, вот коротко скажу, как, ну, собственно, откуда ноги растут у этого самого парадокса Банха Таска. Вот давайте рассмотрим группу движений пространства, ну, собственно, группу поворотов относительно какой-нибудь оси, проходящей через начало координат в пространстве R3, трехмерный пространство. Значит, это группа SO3. И в этой самой группе, это непрерывная, ну, гладкая группа Ли. Ну, вот давайте, значит, в ней рассмотрим такую дискретную подгруппу, которая натянута на две образующих. А и Б – это, собственно, повороты на угол воркосинус 1,3 вокруг осей, ну, скажем, OX и OZ. Вот матрица этих самых поворотов написана. Ну, нетрудно поверить, что, ну, если мы взяли подгруппу натянутые на эти две образующие, что это значит? Это значит, что мы эти образующие, их обратно и перемножаем в любом порядке, каком хотим, то есть поворачиваем вокруг осей OX и OZ на любой угол пропорциональный R1,3 с каким-то целым коэффициентом по очереди, OX, OZ, OX, OZ и так далее. И все, что получилось, объединяем в некоторую группу F2. Значит, ну, нетрудно доказать, что никаких нейтралиальных соотношений между вот этими самыми поворотами A и B вокруг осей OX и OZ нет. То есть получившаяся группа F2 на самом деле свободна и состоит из всех возможных произведений вида A в степени K1, B в степени K2, ну, и так далее. Вот таких вот конечных произведений, потому что никакое такое конечное произведение не равно единице, если хотя бы одна степень не нулевая. Значит, ну, вот в этой самой группе поворотов, которую мы собираемся применять к единичному шару, в этой самой группе поворотов есть вот свободная группа с двумя образующими. Ну, алфавит здесь, значит, она состоит из всех возможных слов с алфавитом A, A в минус 1 и B в минус 1. Ну, вот оказывается, что эта самая группа, свободная группа с двумя образующими, она обладает, это называется парадоксальное разложение. Сергей Константинович, давайте, пожалуйста, переедем на слайд номер 4, если это возможно, который называется парадоксальное разложение группы F2. Собственно, в чем это самое парадоксальное разложение заключается? Ну, вот есть группа F2. Это все возможные слова с алфавитом A, A в минус 1 и B, B в минус 1. Ну, вот давайте через S от A обозначим множество всех слов в группе F2, которые начинаются с буковки A. Ну, и аналогично S от A в минус 1, S от B, S от B в минус 1. Тогда совершенно ясно, что группа F2, она, собственно, состоит из элементов, которые начинаются либо на A, либо на A в минус 1, либо на B, либо на B в минус 1. Ну, и, конечно же, еще из единицы. Ну, это как бы понятно. А парадоксальное разложение заключается в следующем, что на самом деле группа F2. А можно представить как дизьюкное объединение A на S от A в минус 1, потому что это будет фактически все, значит, если мы возьмем вот элемент A на S от A в минус 1, это будут все элементы, которые не начинаются с A. Правильно? Такой элемент, который находится в A на S от A в минус 1, не может начинаться с A. Все остальные элементы вот в этом произведении присутствуют. Ну, значит, если мы к вот этому произведению добавим еще S от A, получится вся группа F2. Аналогично вся группа F2 получится, если то же самое проделать с B. Значит, ну и что получается? Что парадоксального в этом разложении? А парадоксального здесь вот что. Представьте себе, что вы хотите придумать на группе F2 какую-то меру, которая имеет подмножество группы F2. Но так ее хотите придумать, чтобы она была инвариантна относительно левых сдвигов этой самой группы F2. То есть, другими словами, понятно, что в этой ситуации множество S от A, S от A в минус 1, S от B, S от B в минус 1 должны были иметь одинаковый объем относительно этой инвариантной меры. Потому что движения не меняют объем множества. Вот мы такую инвариантную меру ищем, конечная аддитивная. Но если мы ищем такую конечную аддитивную меру, которая конечна на всем F2, то есть объем всего F2 меньше бесконечности, и при этом она мерит меры всех множеств, то мы немедленно получаем противоречие. Потому что вроде как F2 состоит из четырех элементов, ну на единичку наплевать, это ее несложно здесь обработать. По сути, F2 состоит из четырех таких больших множеств S от A, S от A в минус 1, S от B, S от B в минус 1. Каждый из которых должно иметь одинаковый объем. Но при этом точно так же две копии F2 можно составить из этих четырех множеств. S от A в минус 1, S от A, а также S от B в минус 1, S от B. Таким образом, объем группы F2 относительно инвариантной меры должен равняться двум объемам группы F2 относительно этой инвариантной меры. Что невозможно, если мера всей группы F2 конечна. Значит, таким образом мы пришли к противоречию на группе F2. Ну, такой меры инвариантной относительно левых двигов, которая бы мерила меры всех множеств, ее не существует. Это вот главный кирпичик в доказательстве парадокса Банна-Хатарска. Значит, Сергей Константинович, если можно, давайте вернемся на слайд номер 2, который называется парадокс Банна-Хатарска. Значит, каким образом получается разрезание шара на 5 частей? Но, по сути, оно получается, это разрезание таким образом. Мы должны применить к каждой точке шара B повороты с помощью вот этой группы F2. Напомню, что группа F2 натянута на повороты относительно оси OX и относительно OZ на какие-то несоизмеримые спи углы, а именно космос 1, 3. Значит, и все точки этого самого шара мы разрезаем на 5 частей согласно вот этому парадоксальному разбиению группы F2, которое вот было написано на слайде номер 5, наверное. Ну, на предыдущем слайде, который был показ. Ну, и в результате здесь надо, там было 4 части, здесь 5 частей, потому что здесь иногда бывают неподвижные точки, здесь надо какое-то счетное множество аккуратненько выделить. Но, по существу, получается вот то самое разрезание шара на части, которое мы видели в группе. Ну, одно с другим они практически совпадают. Небольшая разница на счетном множестве, с которым надо аккуратненько выделить. Значит, вот в основе парадокса Бану Хаттарского лежит такая история, что на группе F2 нет конечной аддитивной меры, которая была бы инвариантно относительно левых сдвигов. Так, вот давайте я здесь сделаю короткую паузу и проверим, было ли меня слышно, было ли все видно, и надо ли что-то пояснить к тому моменту, что я рассказал, может быть, есть какие-то вопросы вязать. Спасибо, мы все увидели, все услышали. Так, вот сейчас видно, слышно? Да, сейчас видно и слышно. Прекрасно, тогда подождите секундочку, я открою правильным образом презентацию, чтобы мне было удобно писать сразу на ней. Так, ага, о, да, хорошо, прекрасно, я не совсем понял, был ли какой-то вопрос, если был, я попробую на него ответить. Хорошо, значит, я тогда считаю, что вопросов не было, потому что я его не слышу, да. Меня слышно, да, в этот момент, я могу продолжать. И видно, что я показываю. Да, вас слышно. Ага, прекрасно. Хорошо, так, ну поехали дальше, значит, про парадокс Бану-Хатарского я сказал, про парадоксальное разложение я сказал. Так, вот давайте посмотрим на группы, полностью противоположные, аминабельно, значит, полностью противоположные вот такой вот группе F2, то есть группе, на которой нет конечный аддитивный мир. Значит, по определению, некоторая дискретная группа G называется аминабельный, если на ней такая левоинвариантная мера действительно существует, конечный аддитивный. Значит, на удивление, аминабельные группы существуют, и типичный пример, вот аминабельные группы, это группа Z. Это группа Z. Ну, собственно, каким образом можно доказать, что на группе Z существует инвариантная мера? Это, на самом деле, нетрудно показать из теоремы Маркова-Кокутанина. Давайте я коротко поясню, как это делается, раз уж у меня появилась возможность вписать. Значит, ну вот давайте посмотрим на множество всех ограниченных функций над Z. Это L бесконечность от Z. И на сопряженное двойственное пространство к L бесконечности от Z. Значит, в этом самом сопряженном пространстве есть, собственно, пространство всех мер. Множество всех мер над Z – это подмножество пространства, сопряженного к ограниченным функциям. Потому что что такое, на самом деле, мера на Z, конечный аддитивный? Это такая мера, которая меряет множество, меряет объем некоторого множества A, где A – это Z. Но это все равно, что посчитать вот такой интеграл dμ, ну по всему Z, где здесь, соответственно, стоит индикаторная функция множества A. Поэтому меры на Z – это вот такие специальные линейные функционалы на ограниченных функциях. Ну, собственно, что значит специальные? Это значит, что они неотрицательные, и мера всего Z равна единице. Ну вот посмотрим на это множество m от Z. Ну, нетрудно показать, что это множество m от Z выпукло, по понятным причинам. Оно не пусто. Ну, например, можно взять функцию, которая просто… Вот такой вот интеграл делает интеграл от какой-то функции, определенной на Z. Это просто будет f от единицы. Вот такая мера, например, есть. Ну и, наконец, оно компактно в слабой созвездочной топологии, просто потому, что это теорема Банхаллова. Значит, таким образом, вот у нас есть выпуклое компактное множество m от Z вот в этом сопряженном пространстве функционалов. Ну и на этом самом множестве, конечно же, действуют левые сдвиги. Левые сдвиги. Ну как, у нас есть левые сдвиги в Z, когда мы функцию или множество сдвигаем на единичку. Просто скажем, вместо f от Z, f от k. f от k рассматриваем f от k плюс 1. И интегрируем f от k плюс 1. Ну, значит, пуллбэк от этой самой меры, вот от такого сдвига будет действие на мерах. Ну и согласно теореме Маркова Кокутани, у такого действия, оно очевидно неприятно, найдется неподвижная точка. Вот эта, собственно, неподвижная точка, это и есть та самая конечная аддитивная мера, которая инвариантна относительно левых сдвигов на Z. Результат этот, на самом деле, нетривиальный, потому что в явном виде эту меру написать невозможно. Может показаться, что какое-нибудь усреднение может подойти в качестве инвариантной меры по Z, но это не так. Инвариантную меру существования доказать просто, а вот предъявить ее в явном виде настолько же невозможно, насколько невозможно предъявить неизмеримое полибегу множество. Примерно одно и то же. Но что удивительно, значит, удивительно следующее, что вот эти аминабельные группы, на которых существует вот такая вот инвариантная относительно сдвигов, конечно, аддитивная мера, их достаточно много, и они напрямую связаны с теоремой маркового кокутания. А именно, ну, вот мы доказали, что группа Z является аминабельной. На самом деле здесь небольшой шажочек еще надо сделать. И можно доказать, что любая коммутативная дискретная группа является аминабельной. Но что удивительно и что редко, ну, как бы, что такой не очень широко известный факт заключается в том, что аминабельные группы – это как раз ровно те группы, для которых верна теорема маркового кокутания неподвижной точки. А именно, если у вас есть в каком-то банаховом пространстве выпуклое компактное множество, и семейство операторов, не обязательно коммутативные, действует на этом самом множестве, то если это семейство операторов, ну, линейных непрерывных, понятное дело, вот если это семейство операторов образует аминабельную группу, то найдется неподвижная точка. То есть тогда и только тогда. Тогда и только тогда. Вот, поэтому аминабельные группы в каком-то смысле приходят из термо-маркового кокутания, но также у них огромное количество других полезных свойств. Ну, вот давайте попробуем какие-то примеры я попривожу этих самых аминабельных групп. Но коммутативные группы, аминабельные я уже сказал, ну, естественно, расширение коммутативных групп – это нельпатентная группа. Ну, знаете, что такое нельпатентная группа? Группа, дискретная группа называется нельпатентной. Если вы начинаете считать коммутатор ее самой собой, то есть сначала берете все возможные коммутаторы G, G, потом добавляете к ним еще раз коммутатор G, ну, значит, и так далее. И вот это вот, каждый раз, когда мы считаем коммутатор, мы получаем вот эти вот G1, G2, G3 и так далее, они должны становиться все меньше и меньше и меньше и меньше, и за конечное количество шагов стабилизируется на единицы. Если так, то мы называем группу нельпатентной. Понятно, что группа F2, свободная группа с двумя образующими, не является нельпатентной, потому что если вы возьмете коммутатор группы F2 с самой собой, то, конечно, просто получится сама группа F2. Значит, вот эта последовательность, она просто стабилизируется после первого же шага, она неизменна и никогда в единицу не падает. Ну, несложно показать, что конечно порожденные нельпатентные группы аминабельны, то есть на них вот эта самая инвариантная мера существует. Ну, давайте парочку примеров я приведу нельпатентных групп. Ну, во-первых, коммутативные группы, конечно, нельпатентные, ну, вот, например, группа Z2 нельпатентна. Еще один хорошо известный пример – это дискретная группа Гейзенберг, она тоже является нельпатентной. Значит, что такое дискретная группа Гейзенберг? Это все такие матрицы 3х3, у которых на диагонали стоят единицы, а над диагональю стоят целые элементы. Значит, множество всех таких матриц образует группу, несмотря на то, что элементы целые здесь. Ну, по несложным соображениям, примерно такого рода, да, что... Ну, обратная матрица, ясно, тоже должна быть верхней треугольной, с единицами на главной диагонали. Ее можно вычислить вот по этой формуле для обратной матрицы через алгебрические дополнения. Там в каждом месте должно стоять алгебрическое дополнение, и общий знаменатель – это детерминат матрицы. Ну, поскольку детерминат матрицы равен единице, алгебрические дополнения, очевидно, целые, значит, обратная матрица тоже будет с целыми x, y и z. Значит, таким образом, вот дискретная группа Гейзенберга, она действительно группа, она, конечно, является аминабельной. Ну, вот, так сказать, история, которую я хотел рассказать, каким образом вот эти все пророки Бануха-Тасква, аминабельность группы, нильпатентность, как это все связано с субривной геометрией, по-видимому, восходят вот эти все соображения, восходят к исследованию графов Келли на различных группах. Ну, вот, давайте я напомню коротко, что такое граф Келли. Вот если у меня есть какая-то группа G, которая натянута на какое-то конечное количество образующих, ну, давайте, скажем, на две образующих для простоты. Значит, что такое граф Келли? Граф Келли – это, значит, его вершинами этого графа являются все элементы группы G, ну, то есть, единица, A, A в минус первой, B, B в минус первой, ну и так далее, какие здесь есть. Иногда они, значит, не все возможные произведения, а все возможные элементы группы, значит, X, там, какой-нибудь Y – это вершины графа. А соединяем мы эти самые вершины ребром только в том и том случае, когда от одного элемента до другого, чтобы перейти от одного до другого, это надо умножить на образующую. Ну, то есть, например, если X равняется, ну, например, A в минус первой, Y, то мы соединяем X и Y ребром. Во всех остальных случаях мы ребром два элемента не соединяем. Ну, вот как здесь показано, единицу я, конечно, должен соединить с A, B, с A в минус первой, с B в минус первой. Вот, ну, а дальше как пойдет? Ну, какой-то будет сложный, хитрый достаточно граф. Группу, конечно, надо себе представлять бесконечно. Для конечных групп это будет просто конечный граф. А меня будет интересовать структура этого графа на больших, на бесконечно больших размерах. Ну, давайте посмотрим, как устроены графы Келли, свободные группы с двумя образующими и группы Z квадрат. Ну, давайте посмотрим, скажем, что получится, если я вместо произвольной группы G с двумя образующими, вот возьму эту самую свободную группу с двумя образующими A и B. Вот, давайте я нарисую ее граф. Значит, у нее никаких соотношений нет. Значит, таким образом, если я рисую граф Келли для группы F2, значит, у меня есть единица, есть эти самые A, B, A в минус первой, B в минус первой. A, A в минус первой, B, B в минус первой. Каждый из них связан, значит, с какими элементами связан A. Значит, если я A умножу на A в минус первой, я вернусь в единицу. Ну, аналогично с этими самыми B, B в минус первой, A в минус первой. Но еще A я могу умножить на B, B в минус первой и A. Значит, таким образом, здесь будет три элемента. Здесь будет элемент A квадрат, элемент B, A и элемент B в минус первой, B в минус первой, A. B в минус первой, A. Ну, аналогично, значит, все остальные соединяются тоже с тремя. Вот эти четыре элемента основных, которые я нарисовал, соединяются с тремя новыми элементами. Так, хорошо, значит, едем дальше. Поскольку группа свободна, никаких соотношений нету, значит, мы опять эту историю повторяем. На самом деле, каждый из тех элементов, которые я нарисовал, опять соединяется с тремя элементами. Ну, например, вот этот. Его тоже можно умножить на три элемента. Единственное, на кого его нельзя умножать, это на обратную к его первой буковке. Потому что если я умножаю на обратную к его первой буковке, то я возвращаюсь назад. Значит, таким образом, граф Келли – это такая самоподобная структура, когда такое, ну, как бы, дерево, на самом деле, да, когда из каждого элемента торчат три новых. Ну, давайте посмотрим, как устроен шар в этой самой, в этом самом группе, шар в этом графике для группы F2. Значит, что значит шар? Это я, скажем, взял единицу в качестве начального элемента и смотрю количество элементов, до которых я могу доехать не более чем за n шагов. Значит, вот длина х – это, ну, просто длина элемента группы, как слово, в образующих А, Б, А в минус первой, Б в минус первой. Ну, вот, например, скажем, длина слова А, Б – это как раз два. Значит, вот элемент А, Б, он лежит в шаре радиуса 2. А элемент какой-нибудь А, Б, А лежит в шаре радиуса 3. Значит, ну, вот из этой картинки, которую я нарисовал для группы F2, более-менее несложно посчитать, что количество элементов в шаре на графике L для группы F2 растет экспоненциально быстро, а именно как 3 в степени n. Ну, вот точная формула, на самом деле, написана вот здесь. Значит, ну, здесь надо что-то там такое, единичку выкинуть из-за единицы, там пополам поделить, но, по сути, значит, скорость роста элементов в шаре экспоненциально, как 3 в степени n. Хорошо, а давайте посмотрим теперь, как устроены шары радиуса n в группе Z2. Значит, в группе Z2 у нас есть куча соотношений. Значит, ну, давайте я нарисую. Есть 0, 0, есть опять вот эти 4 элемента 0, 1, 1, 0, минус 1, 0 и 0, минус 1. Но дальше, как бы, они начинаются, значит, вот эти элементы, когда я пойду, скажем, из элемента 0, 1 направо или из элемента 1, 0 налево, я пойду, на самом деле, в один и тот же элемент, потому что группа коммутативная, у меня полно соотношений. Значит, таким образом, граф Келли устроен, ну, стандартным образом, как решетка, дискретная решетка, просто на плоскости. Ну, давайте я еще нарисую, как устроены шары в этой самой группе. Значит, ну, собственно, шары, ну, вот если это исходный элемент 0, 0, ну, вот, скажем, шар радиуса 1, он выглядит вот так. Шар радиуса 1 выглядит вот так, да. Значит, шар радиуса 2, соответственно, будет выглядеть вот так вот. Ну, и понятно, что количество элементов будет расти квадратично, поскольку мы всегда находимся в плоскости, количество элементов будет пропорционально n квадрат. Ну, вот точная формула написана здесь, но важно, что количество элементов – это именно n квадрат. Ну, собственно, результат ясный для коммутативной группы. Это для любой, значит, скорость будет полиномиальная, это понятно. Ну, и более того, вот в 1968 году Вольф доказал такой достаточно ясный результат, что если же это некоторая мельпотентная группа с конечным числом образующих, и мы попробуем вот в графике или посчитать количество элементов, которые содержатся в шаре радиуса n, то количество элементов будет расти полиномиально быстро, как n в какой-то конечной степени d. Более того, значит, несколько лет спустя, вот с двух независимых работах Басса и Гирреша, была получена формула для этой степени. Формула должна быть хорошо знакома специалистам по современной геометрии, что, значит, размерность вот эта d, с какой-то, которая стоит в показателе n, вот в этом самом полиномиальном показателе, это вычисляется вот согласно такой сумме, которая на самом деле должна очень сильно напоминать, и правильно, должна напоминать Холздорфу размерность субривного многообразия, если вот здесь вот вместо фактора коммутаторов g предыдущего, по-следующему представить себе фактор коммутатора распределения предыдущего по-следующему. Значит, формула на самом деле ровно та же самая. И это жжжж, оно, как говорил Винни-Пух, неспоста. Вот. Ну, как бы полиномиальная скорость роста шара – это, в общем, результат ясный, более-менее для коммутативной группы мы это доказали, вот, ну, для группы Z2 мы это доказали, для нельпотентной группы доказательства по существу такой же, надо только чуть-чуть аккуратно все это сделать. Это такая чисто дискретная наука, ну, не имеющая ни к геометрии, ни к анализу никакого отношения, но ситуацию в корне перевернул в свое время, в 1981 году Громов, который доказал совершенно, на первый взгляд, удивительный результат. А именно, рассмотрим любую конечно порожденную группу G, неважно, нельпотентную или какую-то. Построим по ней граф Келли и посмотрим шары в этом самом графе Келли. Посмотрим, значит, количество элементов в этом шаре, как оно связано с размерностью этого шара, с радиусом этого шара. Так вот, Громов доказал, что если количество элементов в шаре растет не быстрее, чем полиномиально, то на самом деле группа G является почти нельпотентной. Почти нельпотентная – это значит, что она нельпотентна, ее как бы бесконечная часть нельпотентна. То есть почти нельпотентная группа – это группа, которая является полупрямым произведением нельпотентной, бесконечно нельпотентной на какую-то конечную группу. Ну, конечная группа, понятное дело, не особо влияет на количество элементов в шаре, может лишь на константу их умножить, Поэтому ее не проконтролируешь здесь, но вот, тем не менее, нельпотентная часть, бесконечная часть должна быть нельпотентной. Это вот обратный результат Громова фактически полностью обращает теорему Вольфа. Вольф доказал, что для нельпотентной группы скорость роста элементов в шаре полиномиальна, а Громов доказал обратное утверждение, что если скорость роста элементов в шаре полиномиальна, то на самом деле группа является почти нельпотентной. И суть того, что я пытаюсь здесь показать, не в этом результате Громова о том, когда группа неинпотентна, а в идее доказательства, которое предложил Гром. Как всегда, такой нетривиальный взгляд на происходящее. Ключевая идея, насколько я понимаю, как мне кажется, заключается в следующем. Давайте посмотрим на граф Келли и на шары в графе Келли не как на граф, а как на метрическое пространство. А именно сделаем следующее. Вот пусть у меня есть какой-то граф Келли. Вот я здесь его справа нарисую. Вот здесь есть какие-то сложные соединения, и мы смотрим, как устроены шары радиуса М. Шары радиуса М в этом самом графе. Ну вот давайте сделаем такую процедуру. Вместо того, чтобы смотреть на шары радиуса М, считая длину каждого ребра равной единичке, вместо этого поступим таким банальным образом. Будем считать, что длина каждого ребра равняется единице на М, и будем смотреть на шары радиуса 1. То есть понятно, что шары будут точно так же увеличиваться, но не за счет того, что мы увеличиваем их радиус, а за счет того, что мы уменьшили длину ребра. То есть представлять себе это надо так. Вместо того, чтобы увеличивать шары, мы начинаем сжимать этот самый граф Келли в нужное количество раз. Ну вот, например, как на предыдущем слайде, я вот показывал с этой решеткой, значит, с каждым шагом, вот это, например, на группе Z2, решетка, вот эта квадратичная, будет оставаться все меньше, меньше и меньше становиться. А шары при этом будут выглядеть более или менее всегда одинаково. А именно шар радиуса 1, если мы считаем длину ребра равной 1 на n, всегда будет вот такой вот. Правда ведь? Мы уменьшаем длинный ребер, как бы сетка эта становится дискретно все меньше, меньше и меньше, а форма шара более-менее остается одна и та же. Ну вот, собственно, ровно это Громов и доказал. А именно, он доказал, что если мы сделаем такую процедуру сжатия ребер в n раз, и рассмотрим последовательность шаров единичного радиуса, то есть как множество, это то же самое множество, но как метрическое пространство, теперь метрическое пространство диаметра 2 всегда, то вот эта последовательность метрических пространств, именно шаров в графах Келли с весом ребра 1 на n, то эта последовательность метрических пространств всегда имеет предел по Громову Холсдорфу. Коротко напомню, что это такое. Это почти предел по Холсдорфу, но по Холсдорфу здесь нельзя брать предел, потому что все эти самые множества, они хоть и состоят из конечного количества элементов и компактны, они никуда не вложены, нет ни одного метрического пространства, которое бы их все эти шары содержало. Но, соответственно, вот модификацию метрики Холсдорфа и предела, и, соответственно, предела компактных пространств у Холсдорфа предложил Громов такое предложение. Надо вот эти самые расстояния по Громову Холсдорфу ввести. Собственно, расстояние по Громову Холсдорфу между двумя компактными метрическими пространствами x, y, это вот что такое. Это два разных компактных пространства, мы хотим между ними померить расстояние. Что надо делать? Надо их вложить в любое метрическое пространство с помощью изометрий f и g и померить расстояние вот в этом самом пространстве, в котором мы их вложили. Вот имфимум того, что получилось, называется расстояние погрома у Холсдорфа между двумя компактными метрическими пространствами. Ну и, соответственно, если мы возьмем предел погрому Холсдорфу от вот этой последовательности единичных шаров с ребрами длины одноянные, то оказывается, что этой последовательности, я у Грома доказал в 1981 году, что у нее есть подпоследовательность, имеющая предел. И этот самый предел будет компактным метрическим пространством. И за счет компактности этого самого метрического пространства вы можете доказать, что, поскольку вот эти шары туда вписываются компактным образом, вы можете доказать, что количество элементов в них не может расти быстрее, чем полиномер. Вот такая вот странная история, что мы вроде как начали с каких-то графов Келли, каких-то дискретных групп, каких-то парадоксов Банна-Хатарского, о минабельности. А с точки зрения Громова, это вроде как очень удобная точка зрения, правильно на все это дело смотреть с метрической геометрией. Но, значит, что это за предел, Громов не знал, он просто доказал, что найдется подпоследовательность, что предел существует. Но несколько позже, спустя пару лет, Панцу установил, что не надо брать никакой подпоследовательности, что сама последовательность этих шаров, она на самом деле имеет предел. И этот самый предел есть единичный шар в левой инвариантной субфинслевой метрике на некоторой нельпотентной группе Ли. То есть это уже как бы история очень близкая к субрименовой геометрии, разница только заключается в том, что субрименную метрику надо заменить на субфинслевую. Я чуть позже скажу об этом подробнее. Для плоскости для группы Z2 совершенно понятно, какой будет предел. Пределом будет метрическое пространство R2, но с нормой, в которой единичный шар как раз является тем, что я и нарисовал несколько слайдов назад. Вот этот вот шар в соответствующей норме на плоскости R2 и будет пределом единичных шаров в графах Келли для группы Z2. Ну и для любой нельпотентной группы, значит, будет какой-то вот такой вот геометричный предел, о котором я поговорю чуть позже. А вот в данный момент давайте я сделаю короткую паузу. И если есть какие-то вопросы, надо что-то пояснить, я попробую это сделать. Отсутствие метрического пространства, куда это можно вложить? На самом деле такие пространства есть. Это пространство у Руссона. Ну да. И более простой пример, если вы рассмотрите пространство непрерывных вещественных функций на отрезке 0,1 с супремальной нормой. Ну конечно, туда можно... Естественно. Естественно, вы, конечно, правы, да. Я не совсем точно выразился, я прошу прощения. Конечно, вы можете куда-то там все это вложить, но смысл именно такой. Смысл заключается в том, что в расстоянии по грому Хрусдорфа вы смотрите вообще все возможные способы вложения этих самых пространств, двух разных пространств Х и Грек. И старайтесь подобрать такой, чтобы расстояние между образами было поменьше в метрике Хрусдорфа. Да-да, вы совершенно правильно говорите. Спасибо большое за комментарий. Хорошо, должен ли я еще что-то пояснить, есть ли, может быть, еще какой-то вопрос? Спасибо, больше не поступают вопросов. Хорошо. Хорошо. Так, ну давайте тогда поедем немножко дальше. Хорошо, значит, ну вот таким образом, собственно, что? Собственно, я сказал первую важную часть, которая, с моей точки зрения, является основой для изучения, ну такой чисто математической основой для изучения субфинслеровой геометрии, а это именно вот теорема Громова и последующий результат по ANSU. Есть еще второе очень важное основание, я о нем скажу чуть позже. Давайте сначала поговорим о том, что такое субфинслерова многообразие. Значит, субфинслерова многообразие – это, можно сказать, брат-близнец субрименового многообразия. Есть небольшие отличия, но как бы истории очень близкие. Итак, пусть M – это гладкое многообразие. Вот в теореме Пансу в качестве M выступала группа Ли. Итак, пусть M – гладкое многообразие, например, Rn, так же, как и в субрименовой геометрии, у нас есть некоторое распределение Δ от Х, это распределение под пространство в каждой точке Х в касательном пространстве M, которое в одной точке одно, в другой точке какое-то другое, оно как-то может поворачиваться от точки к точке, точно так же, как в субрименовой геометрии. Это негалономное распределение чаще всего. Размерность его давайте будем считать К, которая строго меньше N, где N – это размерность, размерность многообразия M. Но теперь, в отличие от субрименовой геометрии, в субфинслевой геометрии у нас на вот этих самых линейных подпространствах Δ от Х задана некоторая квазинорма. Квазинорма – это я имею в виду, по-разному можно говорить, но я имею в виду следующее, что это почти норма в том смысле, что единственное требование, которое не выполнено, это требование симметрии. То есть, норма вектора Кси в точке Х может не равняться норме вектора минус Кси в точке Х. Ну, а в остальном это как обычная норма, она не отрицательна, равна нулю только на нулевом элементе и удовлетворяет неравенство треугольника. Хорошо, значит, вот в случае, если у нас есть, если у нас имеется многообразие распределения и норма в каждой точке Х своя, ну, давайте будем считать, что она, скажем, непрерывно или гладко зависит от точки Х, ну, гладко не очень понятно, что значит, ну, давайте непрерывно будем считать, что она зависит от точки Х, то в этой ситуации мы, конечно, как и в субременной геометрии, можем мерить длины кривых горизонтальных. А именно, если имеется горизонтальная кривая, то есть некоторая липшицевая кривая, которая, ну, на самом деле, абсолютно непрерывная кривая, неважно, которая касается почти всю распределение дельта, то мы можем померить ее длину, этой самой кривой дельта, но только вместо обычной лимоновой нормы, которую мы подставляем под этот самый интеграл, мы вместо этого подставляем вот эту вот Финслерову норму в соответствующей точке Х от Т от вектора скорости в этот самый интермиттер. Считаем такой интеграл, получается Финслерова длина кривой Х. Ну, а, соответственно, расстояние между двумя точками на многообразии М, субфинслеры, мы, как всегда, берем, значит, две точки Х0 и Х1, соединяем их всевозможными горизонтальными кривыми, как и в субременной геометрии, меряем длины всех этих кривых, ну и, получившись инфимум, мы и называем расстояние между точками Х0 и Х1, то есть это такая внутренняя метрика на пространстве М, который называется скукфинслеровым многообразием, ну и, наверное, расстояние правильно называть расстоянием Канок-Картадори-Финслера. Хорошо. Ну, еще давайте я коротко скажу, значит, недалеко от субфинслеровой геометрии есть сублоренцевая геометрия. Да, ну давайте я не чуть позже скажу. Сначала, значит, о том, что такое, значит, как можно сформулировать задачу отыскания вот этого расстояния в терминах оптимального управления. Ну вот, давайте для этого распределения дельта выберем базис какой-нибудь, локально. Локальному базис всегда можем выбрать, если размерность распределения дельта постоянно, ну вот пусть базис состоит из К векторных полей. Давайте будем задачу ставить локально для близких точек. Тогда что такое, значит, расстояние между двумя точками Х0 и Х1? Ну, как обычно, как сублоренцевой геометрией. У нас есть управляемая система. Х с точкой это У1 и Ф1 плюс и так далее плюс УК и ФК. Значит, это просто требование того, что мы рассматриваем горизонтальные кривые, которые начинаются в точке Х0 и заканчиваются в точке Х1. Ну вот, а записанный здесь интеграл, это есть просто длина. В том смысле, вот эту звездочку надо понимать так, что управление у нас лежит в пространстве РК. Ну и, соответственно, если мы сделаем пуллбэк нормы в точке Х с помощью вот этого базиса Ф1 и ФК в пространстве РК, то получится вот эта норма, которая записана под знаком интеграла, а звездочка как раз и означает, что надо сделать пуллбэк. Ну, в общем, более-менее стандартная задача. Теория оптимального управления, которую можно пытаться решать методами теории оптимального управления, принципа максимума и так далее. Хорошо, это все должно быть более или менее знакомо. Значит, по сравнению с субвременной геометрией поменялось только одно. Вместо евклидовой нормы мы теперь исследуем какую-то, абы какую норму, которая есть в касательных подпространствах многообразия. Так, вот теперь давайте я коротко скажу о сублоренцевых многообразиях. Раз уж я сказал про субрименового многообразия, давайте поговорим о сублоренцевых. Они недалеко, и штука эта весьма полезная. Значит, что такое сублоренцевое многообразие? Значит, ой, разница, господи, какой ужас. Разница, конечно. Разница между сублоренцем и субфинслевым многообразием заключается в следующем. Вот как между, разница примерно такая же, как разница между риммановой структурой и лоренцевой структурой. Значит, в каждой точке, в касательном пространстве, вместо нормы, которая у нас была в субфинслевых задачах, у нас вот на этом распределении дельта задана антинорма х. Значит, что такое антинорма х? Антинорма х – это вот что такое. Это значит, что, ну вот в этой плоскости дельта от х, в этой плоскости дельта от х, ну, скажем, пусть она двумерна, в ней, в каждой точке х, в ней задан некоторый конус, собственный конус C от х, C от х, который может поворачиваться как-то от точки к точке. И на этом самом конусе C от х задана антинорма. Антинорма – значит положительно однородная функция, вотнутая. С носителем, ну, который, значит, носитель, да, носитель – это вот, собственно, конус C от х. А вне этого конуса C от х мы кладем значение антинормы, равное минус бесконечности. В этой антинорме мы точно так же можем мерить длины кривых, как было написано ранее. Если у нас есть горизонтальная кривая, мы записываем точно такой же интеграл. Получается длина кривой, но теперь расстояние между двумя точками называется, в отличие от риммоновой, субримоновой субфинслевой ситуации, называется супремум длин кривых, соединяющих две заданные точки. То есть, грубо говоря, смысл заключается в чем? Что, ну вот, давайте представим себе стандартную Лоренцеву структуру. Если у меня есть стандартная Лоренцева структура, значит, здесь есть пространственный конус, световой конус, как обычно, значит, пространственная переменная, временная переменная. Значит, если мы задаем сублоренцеву метрику, значит, это будет просто Лоренцева метрика, вот на таком выпуклом конусе, это значит, что мы можем двигаться со скоростью меньше скорости света, ну, так сказать, с точки зрения специальной теории относительности. Мы двигаемся по кривым, допустимому, у которых скорость меньше скорости света в каждый момент времени. Значит, вот эта вот длина кривой, длина кривой с точки зрения Лоренцевой геометрии, означает внутреннее время путешественника по этой самой кривой. Вот столько времени, сколько ему кажется, что он двигался, двигаясь по этой кривой. Для него время идет по-другому, чем для неподвижной системы отсчета. Ну, вот, собственно, вот этот интеграл сублоренцевой длины, который был написан, это ровно в точности время путешествия. Ну, и тот вопрос, который мы задаемся, вот эта, собственно, сублоренцева длина, которая в этом случае будет совпадать с обычной Лоренцевой метрикой, звучит в следующем, как, сколько, как, значит, рассмотрим все возможные способы приехать в заданную точку. И среди них выберем тот, который занимает максимальное время путешествия. Вот это и есть сублоренцева длина. Сублоренцева длина. Хорошо. Ну, вот, давайте я здесь привел некоторые метрические свойства этих самых субфинслеровых и сублоренцевых пространств. Ну, давайте будем предполагать, что выполнены условия Хермандера. Как всегда, для распределения дельта оно полностью негаланомно. Ну, а многообразие М, скажем, будет группой Ли, а все структуры левоинвариантные. Или мне здесь подойдет ситуация, когда многообразие М является компактным. Тоже хорошо. Значит, тогда метрические свойства вот этих вот самых двух расстояний, которые мы ввели, субфинслерова и сублоренцева, они, собственно, такие. Ну, во-первых, субфинслерова расстояние, как и положено настоящему расстоянию, оно всегда неотрицательно. В отличие от него, для сублоренцевого расстояния выполнено следующее. Сублоренцевое расстояние может быть либо неотрицательным, либо оно может равняться минус бесконечности, если у вас невозможно доехать из одной точки в другую, двигаясь со скоростью меньше скорости света. Если это невозможно, то, значит, по определению сублоренцевого длина получается равный минус бесконечности. Хорошо. Значит, дальше. Как и положено нормальные метрики, субфинслерова метрика, между любыми двумя точками, строго меньше бесконечности, просто потому что выполнены условия хермака. Сублоренцевая длина, в свою очередь, может быть равна как и плюс бесконечности, так и минус бесконечности. Возможно, оба варианта. Так, значит, как и положено обычной метрике, субфинслерова метрика равна нулю тогда и только тогда, когда начальная и конечная точка совпадают. Для сублоренцевой длины все-таки характерна ситуация, подобная обычной лоренцевой метрики, а именно если расстояние между двумя точками равно нулю, значит, эти две точки светоподобны. То есть вы можете доехать из одной в другую, но при этом вы должны ехать всегда со скоростью света. То есть скорость всегда лежит на границе конуса, где обычно антинорма просто равна нулю. Хорошо. Наконец, симметрия. Значит, вот с симметрией наблюдаются некоторые проблемы в сублоренцевой ситуации, в субфинслеровой ситуации тоже. Поскольку изначально мы стартовали с несимметричной нормы в распределении дельта от х, то есть она почти как норма, только отсутствует симметрия. То на самом деле для субфинслеровой расстояния симметрии тоже не будет. Ну и в компактном, скажем, случае, в случае левоинвариантной задачи на группу хли всегда найдется такая константа c, что выполняется вот такая вот оценка, что расстояние между x и y не превосходит константу, умножить на расстояние между y и x. Ну или, по крайней мере, если вы рассматриваете какое-то абстрактное субфинслеровое многообразие, то такая константа c найдется локально. Ну и хорошо, значит, более-менее симметричность для субфинслеров в многообразии у нас есть, но с точностью до константы для субфинслеров в многообразии все совсем не так. А именно, если вы можете доехать из точки x в точку y и назад из точки y в точку x с какими-то положительными временами, то на самом деле субфинслеровое расстояние между x и y равняется плюс бесконечности. Ну потому что, что такое субфинслеровое расстояние? Субфинслеровое расстояние – это супремум длин кривых, которые ведут из точки x в точку y. Поскольку у нас есть кривая, которая ведет из точки x в точку y в этой ситуации, и кривая, которая ведет из точки y в точку x, и обе они имеют положительную длину, то мы можем по этой петле ходить бесконечно много раз и получить, что это расстояние равно плюс бесконечности. То есть это как бы совершенно такая, ну, контринтуитивная ситуация, которая более-менее возникает, например, почти всегда на компактных мегабразиях. Ну и, наконец, неравенство треугольника выполнено для субфинслеровых мегабразий, как мы привыкли, только надо писать в правильном порядке. Правильный порядок такой, что если мы хотим доехать из точки x в точку z, то это заведомо можно сделать немедленнее, чем если мы едем из точки x в точку y, плюс из точки y в точку z, именно в таком порядке. Значит, порядок здесь менять нельзя, потому что расстояние несимметрично. Ну, а в суб... ой, вот здесь, прошу прощения, опечатка. Здесь, конечно, должна быть сублоренцева. Для сублоренцевой длины неравенство треугольника выполнено в обратную сторону. А именно расстояние между точками x и z всегда больше, чем сумма расстояний между точками x, y и точками y и z. Значит, ну, в случае, когда одно из расстояний равно плюс бесконечности, а другое остальное равно минус бесконечности, в этой ситуации неравенство просто отсутствует. Никаким образом, значит, ничего здесь... Здесь бывает по-разному, бывает и так, и так. Может быть, все что угодно здесь написано. Хорошо. Так, ну, про сублоренцев в субфинслевой геометрии я сказал. А вот теперь давайте поговорим о том... Второе, с моей точки зрения, важное основание для субфинслевой геометрии – это теорема Берестовского, которая, к сожалению, не широко известна, я не знаю почему, теорема в высшей степени замечательная. И заключается она в следующем, что если у вас есть некоторая связанная группа ли, на ней нет на этой связанной группе ли пока, никакой субфинслевый, сублинный или какой бы внутренний метрик, вообще просто, но на этой самой группе ли задана некоторая функция расстояния, то есть функция метрика, значит, по сути D – это отображение из G на G в R+. Ну, она должна быть непрерывно относительно топологии на G, но уж я это не пишу. Ну, в общем, есть такое стандартное отображение, которое удовлетворяет всем стандартным свойствам метрического пространства. Тогда, значит, теорема Берестовского утверждает следующее, что если метрика D внутренняя, если метрика D внутренняя, то на самом деле это в точности субфинслево-левоинвариантная метрика на группе ли. То есть создается некоторым распределением и симметричной нормой на этом самом распределении в алгебре. Ну и обратное, как бы очевидно, да, если мы взяли какую-то левоинвариантную субфинслево-метрику на группе ли, то понятно, что построенное по ней расстояние DSF, конечно же, оно будет внутреннее просто по определению, потому что это инфимум длин кривых. А вот обратно, это весьма нетривиальный факт и очень сильный факт, который, по сути, ну, например, позволяет классифицировать все внутренние метрики на группах ли. Что надо делать? Надо взять классификацию групп ли, которая хорошо изучена, классификацию распределения на этих самых группах ли, и таким образом, значит, на любом распределении вы задаете какую-то норму и получаете все возможные внутренние метрики на все возможные группы. Вот. Давайте я здесь сделаю паузу. Если есть какие-то вопросы, или, может быть, Валерий Николаевич хочет прокомментировать, раз уж он в зале, очень приятно. Может быть, я что-то не совсем правильно сказал, или здесь, наоборот, стоит что-то добавить. Это было бы, наверное, очень правильно. А можно вопрос? Да-да, конечно. Там, когда была сублоренцова метрика, неравенство треугольника в обратную сторону пишется. Как-то понять, ну, это контринтуитивно, с первого взгляда, а какая за этим, ну, не интуиция, а какое-то обоснование, может, физическое, то, что это и с конусами, все светоподобными и так далее. А, это очень просто. Посмотрите, пожалуйста. Вот здесь вот я написал. Значит, что такое сублоренцовое состояние? Это супремум длин. Значит, если вы можете доехать из точки X к точку Y с помощью из точки X к точке Y по цене A, потом из точки Y к точку Z по цене B, значит, вы можете доехать из точки X к точку Z по цене A плюс B заведомо. А, может быть, можете больше. Да, только из-за супремума не хорошо. Такая, да, игрушка совершенно, на самом деле. Неравенство треугольника получается. Из того, что оно внутреннее, неравенство треугольника получается автоматом. Хорошо. Тогда едем дальше. Да, я, Валерий Николаевич, я все правильно сказал, я ничего здесь не наврал. Только можно обобщить. У меня более общее утверждение было, что там однородное многообразие. А, да, 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 правильно, 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 правильно. К сожалению, и я, и кто-то другие, на самом деле я там доказал, что это сводится к случаю группы в Ливне, в этом смысле. Ну, вот, очень жалко, что никто не рассматривал более общий случай, то есть однородное многообразие вот с такой вот субстанционной метрикой. Спасибо, что вы сослались. Ну, а как, ну, это важный результат, что, как говорится, что тут, что тут, это самое. Еще, кстати, вот здесь есть важный вопрос, есть здесь важный вопрос такой, как мне кажется, я думаю, что он недалеко лежит от вашего результата, он заключается в следующем. Вот пусть все то же самое, только D не метрика, а как бы квазиметрика. Вот пусть D квазиметрика. Ну, например, квазиметрик бывает, извините за прямоту, как собак нерезанных. Ну, давайте самую простую, значит, что D больше равно нуля, значит, D от XY равно нулю, тогда и только тогда, когда X равно Y, значит, выполнено неравенство треугольника, D от XZ меньше либо равно того, что надо. Но вместо симметричного неравенства, вместо равенства между D от XY и D от YX, вот выполнено неравенство с некоторой константой С. Вот заданная такая левоинвариантная метрика на группе Лиги. Вот спрашивается, верно ли, что все субфинслеры, они именно вот такие, внутренние, конечно, да, внутренние. Вот мне неизвестно, где бы этот результат был получен. Вот вроде кажется, что это недалеко, и это интересно, да. Вот потому что здесь что было? Здесь было, вот в теореме, которую я нашел у вас в статье 88 года, значит, здесь D симметричное расстояние, и субфинслерная метрика тоже получается симметричной, конечно же. Но вообще говоря, субфинслерной метрики, там совершенно не важно, что она симметрична. Вот если отказаться от симметрии, верен какой-то вот аналог этой теоремы или нет, это было бы очень интересно. Или какие-то другие квазиметрики посмотреть симметричные на группу, инвариантные, левоинвариантные на группах, мне кажется, это было бы очень интересно. Задача остается открытая несколько минут. Хорошо. Так, ну давайте какой-нибудь пример. Вот сколько у меня осталось времени до конца? Вот так, 7 минут. 20 минут. 20 минут, прекрасно. Значит, как раз я успею поговорить об одном примере, который, видимо, был, ну давайте, значит, я по нему скажу, изопериметрическая задача на неевклидовой плоскости. Вот давайте возьмем обычную плоскость R2, но заменим классическое евклидовое расстояние какой-нибудь нормой, какой хотим. Ну, например, LP нормой, LP шары. Можно какую-то другую, любую другую. И зададимся привычным изопериметрическим вопросом, а именно, хотим нарисовать кривую, ограничивающую заданную площадь, таким образом, чтобы длина этой кривой была как можно меньше. Такая классическая изопериметрическая задача. Площадь считаем обычным образом, а длину кривой считаем вот в этой норме, которая дана. Значит, берем касательные векторы, как обычно считаем, ну, интеграл от длин касательных векторов вот в этой самой норме. Получается классическая задача, субфинцлевая задача на группе Гейзенберг. Вот давайте, это такая не очень сложная задача к настоящему моменту, когда она уже была много кем много раз решена, но тем не менее. Значит, и того, задача. Ну, например, так ее можно сформулировать. Мы ищем кривые, что скорость х1, х2, это как раз координаты на плоскости, это у1, у2, это любой вектор. Значит, х3 с точкой, это как раз то, что мерит площадь. Значит, здесь можно, чтобы померить площадь контура ограниченного кривой, здесь можно применить формулу Грина. Значит, площадь равняется интеграл, как я здесь написал, х1, dx2 как раз по границе s. Ну, вот, собственно, х2 как раз вот это и делает. Значит, х3, это интеграл х3 от t, это как раз интеграл от 0 до t, х1 от s, х2 с точкой от s, dx. Значит, ну, вот как раз, когда мы, контур замыкается, как раз получается вот площадь. Вот, да, значит, здесь есть что-то, ну, да, значит, у нас есть начальное состояние, скажем, мы стартуем всегда из начала координат. Мы хотим куда-нибудь приехать, ну, например, мы хотим приехать в точку, которая тоже заканчивается в начале координат и имеет заданную площадь s, которую мы хотим иметь. И хотим минимизировать длину, но минимизировать длину можно, например, разными способами, но один из эквивалентов способов такой. Мы, например, ограничиваем скорость, чтобы она лежала в единичном шаре вот этой самой нормы, которую мы зафиксировали на плоскости. Значит, омега – это единичный шар в этой норме, вот написано. И таким образом получается кривая на плоскости, которая едет со скоростью не больше единицы, поскольку скорость всегда лежит в единичном шаре. Ну, и минимизируем время движения. Понятно, что это как раз и будет задача о том, чтобы найти кривую, кратчайшей длины, ограничивающую, ну, вот заданную площадь s, если мы зафиксировали некоторые значения 0,0s. Значит, насколько я понимаю, изначально эта задача была поставлена и решена Бузиманом в каком-то очень далеком году, в 47-м, что ли, году Бузиман эту задачу решил и нашел из-за периметрических контуры. Потом эта задача с точки зрения геометрической теории управления, вот прямым применением принципа максимума, мне кажется, ее как раз Валерий Николаевич решил где-то в начале 90-х годов. Ну, и потом, на самом деле, эту задачу принципа максимума решал еще миллион человек. Вот, и я вот предлагаю попробовать решить эту задачу вот в качестве такого примера субфинского геометрии, попробуем, давайте ее решить принципом максимума Пантрегина. Несмотря на то, что эта задача была решена принципом максимума Пантрегина достаточно давно, здесь есть весьма непривиальный момент, который я бы хотел как раз вот на таком простом примере разобрать. Ну, давайте запишем принцип максимума, как мы все, значит, надо ли пояснить, что такое принцип максимума, или все знают, что такое принцип максимума Пантрегина? Лучше напомнить. Ну, давайте я напомню. Значит, такой принцип максимум, коротко я скажу так, не совсем точно, но по существу. Значит, если у меня есть задача о минимизации времени, t на минимум, t на минимум, для каком-нибудь управляемой системы, ну, скажем, x точка равняется f от x u, значит, x это здесь фазовая переменная x от t, x от t, ну, лежит, ну, скажем, давайте в пространстве rn для простоты, у нас это, соответственно, трехмерное пространство, а у от t это управление, которое я могу выбирать любым образом из некоторого множества омега, как хочу. И я хочу за минимальное время доехать из какой-нибудь начальной точки x0 в какую-нибудь конечную точку x от t, x1. Вот такая задача, минимизация времени. Тогда принцип максимума гласит следующее. Принцип максимума по антреге, но очень сильный инструмент, и говорит он следующее, что если у вас есть оптимальная траектория x крышка от t с некоторым оптимальным управлением u от t, значит, это пара оптимальная, оптимальная. Тогда принцип максимума, то есть такое управление и отвечающая ему траектория, которая минимизирует время движения. Значит, тогда принцип максимума упреждает следующее, что найдется такой сопряженный множитель p с крышкой от t, который на самом деле, если быть совсем точным, он лежит в ко-касательной плоскости точки из крышки от t, но раз уж мы с вами сидим в n, значит, ну давайте будем считать, что этот самый сопряженный множитель, он просто в n со звездочкой. Такой нетривиальный, то есть p с крышкой от t не равняется нулю. Такой, что если мы рассмотрим функцию Пантрягина, которая фактически гамильтониан, а именно скалярное спаривание ковектора p с правой частью системы с вектором скорости f от x, вот такой гамильтониан рассмотрим, то этот самый ковектор p, ну как и переменные x удовлетворяют гамильтоновой системе, а именно x с точкой равняется, ну с крышкой, значит, x с крышкой с точкой равняется h по p, но это тривиально, да, потому что производная h по p – это просто f, а p с крышкой с точкой как раз равняется минус h по x, ну в данный момент, наверное, не очень понятно, зачем нужно p, но p нужно вот зачем, что на самом деле оптимальное управление в каждый момент времени, точнее, для почти всех t, оптимальное управление u с крышкой от t решает следующую задачу. h от t, x с крышкой от t, p с крышкой от t, v на максимум по всем v, лежащим в омега. То есть, другими словами, если я нашел вот этот сопряженный множитель, который называется p с крышкой, если я нашел сопряженный множитель p с крышкой, то оптимальное управление может быть выбрано исходя из такого соображения. В каждый момент времени я должен выбрать такой элемент множества омега допустимых управлений, чтобы он максимизировал функцию пантрягина h. Значит, ну это классическая формулировка, такая слегка упрощенная, но тем не менее классическая формулировка принципа максимума пантрягина. Ну и в субременной геометрии, чтобы находить оптимальный тариктор, то есть кратчайший тариктор, в субременной, например, геометрии, очень часто применяется принцип максимума, просто потому что он дает систему уравнений, обыкновенных дифференциальных уравнений, вот она здесь написана, x-точка это h по p, p с точкой это минус h по x, ну по сути гамильтонова система, в которой единственной как бы лишней неизвестной является управление, эта система не совсем гамильтонова, потому что в h еще присутствует управление, но управление вы можете пытаться найти вот из этой максимизационной задачи, если вы подставите управление, которое решает эту задачу, с крышкой как функцию решения этой задачи, то есть от параметров, от t и xp, если вы решите эту задачу как максимум, как функцию от параметров, подставить этот максимум вот в эту систему, то получится система, вроде как на первый взгляд, получится система обыкновенных уравнений, решив которую вы найдете кратчайшие кривые. Ну по крайней мере такая логика весьма эффективно работает для малоразмерных субрименовых задач, и там несколько десятков, может быть даже приближается к сотне субрименовых задач, кратчайших этих субрименовых задач, ну по крайней мере геодезически, были найдены вот в помощи принципа максимума Пентрагена, поэтому я и предлагаю попробовать посмотреть на исходную задачу, которая была сформулирована, найти кратчайшее, где управление лежит в некотором множестве омега, с помощью принципа максимума Пентрагена, это вполне естественная идея. Но давайте напишем принцип максимума Пентрагена. Собственно, тот же самый принцип максимума Пентрагена можно написать не только вот для этой изопериметрической задачи на неевклидовой плоскости Лобачевского, а вообще для более-менее произвольной субфинслевой задачи. Мы можем написать там принцип максимума Пентрагена. Другой вопрос, сможем ли мы этот принцип максимума решить и предъявить решение этих задач в явном виде. Ну вот как Валерий Николаевич сделал в своей работе 94-го, мне кажется, года, где вот он принцип максимума, написанный сейчас на слайде, разрешил, и предложил явное решение этого принципа максимума. Хорошо. Значит, применим принцип максимума. Значит, ну вот здесь сопряженная переменная П, она сопряжена к переменной Х, значит, она состоит из П1, П2, П3. П2, П3. Напомню систему уравнений. Х1 с точкой – это У1. Х2 с точкой – это У2. Х3 с точкой – это, значит, Х1У2. Такая система уравнений. Значит, гамильтонян будет такой. Ну, собственно, надо П скалярно умножить на правую часть системы. Результат написан здесь, значит, П1У1 плюс П2У2 плюс П3Х1У2. Это гамильтонян, который необходимо максимизировать по управлению У из множества омега. Хорошо. Ну, давайте выпишем гамильтонову систему. Вот это, собственно, то, что здесь вот написано. Это в точности П с точкой равняется минус H по Х. Это я продефиненцирую. Получается, это система обыкновенных уравнений. Единственное отличие от того, что от просто системы обыкновенных уравнений, то, что здесь осталось неизвестное У2. Значит, мы… Есть система уравнения на Х, система уравнения на П, но неизвестная уравнения на Х. Ну, как всегда, здесь важно… Как всегда, в принципе, максимум Пантрейгана важно смотреть о нормальный случай. Значит, о нормального случая здесь не бывает. Это легко понять. О нормальный случай получается тогда, когда гамильтонян обнулился. Это такая важная история. Посмотреть, бывают ли траектории, на которых обнулился гамильтонян. Но здесь несложно проверить, что таких траекторий не бывает. В общем, проверка ничем не отличается от классической проверки в субрименовой геометрии. Я, наверное, не буду здесь останавливаться на ней. А вот что важно, давайте попробуем разрешить нормальный случай. То есть, когда функция H положительна. Ну, давайте подумаем, значит, когда функция H положительна. Вот посмотрите. Значит, здесь вектор, на самом деле, У1, У2. Вектор У1, У2 умножается на вектор П1 скалярно. А вторая компонент умножается на вектор П2 плюс П3, Х1. Значит, что мы на самом деле делаем? Ну, на плоскости есть какое-то множество омега сложной формы. Выпуклая, компактная, содержащая ноль во внутренности. Которая есть единичный шар вот в этой норме, которую мы выбрали на плоскости. И мы ищем максимум скалярного произведения вектора У1, У2 в этом самом множестве. На некоторый вектор, ну, давайте его назовем H1, который есть P1. И H2, который есть P2 плюс P3 и Х1. Понятно, что если вот этот вектор H1, H2 не нулевой, то максимум достигается, ну, в какой-то точке на границе этого самого множества. Хорошо. Ну, давайте запишем уравнение. Значит, уравнение будет написано на слайдах. Гамильтониан H1, U1, H2, U2 мы максимизируем по управлению. Ну, и на самом деле, записав это все, ну, так сказать, в правильных координатах, H1, H2, это на самом деле левые вариантные координаты, получается такая система почти обыкновенных дифференциальных уравнений. А именно, чтобы вот разрешить вот этот принцип максимума и найти кратчайшее, надо делать следующее. Надо решить систему обыкновенных уравнений. H1 с точкой – это прямое вычисление просто замены переменных. H1 с точкой – это минус P3, U2. H2 с точкой – это P3, U1. P3 – это некоторая константа, ну, для простоты можно считать неравной нулю, это интересный случай. Но что отличает эту самую систему от системы обыкновенных дифференциальных уравнений? Это то, что U1, U2 не удовлетворяет никакой системой обыкновенных дифференциальных уравнений, а вместо этого является решением вот такой вот максимизационной задачи на некотором произвольном множестве омега. Некотором выпуклом множестве омега. Значит, надо делать следующее. Там есть плоскость. На этой плоскости какое-то сложное множество омега выпуклое, содержащее ноль во внутренности, компактное. Дан какой-то вектор H1, H2, корректор, если быть совсем точным. И надо выбрать точку, на которой, значит, максимизируется это самое произведение H1, H2 на U1, U2. Но это будет вот какая-то точка на границе множества омега с координатами U1, U2. Значит, этот результат, эту точку надо подставить вот эту систему обыкновенных дифференциальных уравнений как функцию от H1, H2, значит, U – это некоторая функция от H1, H2, на самом деле, и разрешить эту систему обыкновенных дифференциальных уравнений, чтобы найти корчаще. Сложность этой задачи заключается в том, как и всех остальных финслеровых задач, заключается в том, что вы не можете найти в явном виде вот эту самую точку максимума. Поскольку множество омега, единичный шарф, абы какой нормы на плоскости, он имеет очень сложную структуру, эта граница может быть сколь угодно сложная. Свойства этой точки вполне ясны. Это та точка, в которой опорный вектор является, сонаправленным вектором H1, H2, но, тем не менее, в явной форме записать U1, U2 через H1, H2 достаточно нетривиально. И после этого вам еще надо в явном виде попробовать поинтегрировать вот эту систему получившихся обыкновенных дифференциальных уравнений, чтобы решение найти. Ну вот, конкретно для изопериметрической задачи на невклидовой плоскости это проделать возможно, это было проделано. А вот для более сложных субфинтровых задач это, конечно, сделать уже совсем нетривиально, потому что, ну вот, например, представьте себе, что вы хотите изучать свойства траектории, если множество омега представляет из себя многоугольник. Вот так, для простоты. Вот такая вот норма, кусочно-линейная норма, у нее единичный шар – это какой-то многоугольник. Мы начинаем прикладывать к этому многоугольнику вектор H1, H2 и смотреть, где достигается максимум. Ну, максимум достигается всегда в вершине, но когда вектор H1, H2 каким-то образом поворачивается согласно этой системе дифференциальных уравнений, значит, точка, где достигается максимум, начинает скакать. Ну, и вы такую, как бы, кусочно-постоянную функцию должны подставить вот эту систему обыкновенных дифференциальных уравнений. Пока управление постоянно проинтегрировать эту систему уравнений совсем даже не сложно. Но если у многоугольника много вершин, то вам будет, в результате, чтобы получить ответ, вам надо будет стыковать решения при разных вершинах и следить за точками переключения, что конкретно в этой задаче вы проделать можете, а в какой-то более сложной задаче это уже сделать совсем непросто. Это, ну, некоторая конкретная задача, разрешение в явном виде сложных уравнений, которые содержатся в такой нетривиальный момент. Максимизировать некоторую линейную функцию по выпуклому компакту на плоскость. Теоретически, что делать, понятно. Практически, это, ну, некоторая сложность. Значит, ну, и вот мое время, если я правильно понимаю, подходит к концу. Ну, вот то, что я хотел, да, рассказать на следующей лекции, это такой новый аппарат, мне кажется, я в Новосибирске еще про него не рассказываю, такой аппарат выпуклой тригонометрии, который по существу позволяет обобщить привычный всем нам синус и косинус с теми их удобнейшими свойствами с окружности на случай произвольного выпуклого компактного множества на плоскости. И эти самые функции, они по существу наследуют все свойства синус и косинусов для обычного круга. И с помощью этих функций, вот, мне и, в частности, моим соавторам, и еще там уже появились какие-то работы в Италии, там кто-то их использует, порядка 20 или 25 субфинслеров задач нам просто удалось решить в явном виде. Для произвольных субфинслеров задач нам удалось решить в явном виде. с произвольной двумерной нормой, задающейся произвольным выпуклым компактным множеством омега, с использованием вот этих функций, которые, на самом деле, ну, вот и их можно школьникам рассказывать, они очень простые. Хорошо, давайте я на этом закончу и продолжим в следующий раз, а если есть какие-то вопросы, я на них с удовольствием отвечу. Пожалуйста, вопросы есть? Можно замечать? Да-да, конечно. Да, Леон Вячеславович, вот как раз Ваш пример с многоугольником, он показывает, что здесь недостаточно ссылки на буземана. Здесь, вот если у этого ковектора третья компонента нулю равна, то здесь вот появляется много кратчайших даже, причем разные точки могут соединяться разными кривыми, так что вот это надо иметь в виду. Если же вот эта область строго выпукла, тогда Вы полностью правы, тогда все сводится к буземану. Да-да, спасибо большое, Вы совершенно правы. Вот да, это важная история, я о ней буду говорить поподробнее на следующем занятии, что вот за счет вот этих вот плоских кусков здесь возникают, в отличие от субрименовой геометрии, здесь возникают анормальные траектории, которые не, наоборот, возникают особые траектории, которые не являются анормальными. В частности, понятно, что если, скажем, у нас есть задача на плоскости, у которой норма вот такая, как была указана, и мы хотим доехать, скажем, вот из изначальной точки в конечную точку, вот скажем, такую, то кратчайшая будет и такая, и такая, и такая, и вот такая. Все они будут иметь одинаковую длину. И это один из примеров анормальных траекторий в субрименской геометрии. И удивительным образом есть еще примеры анормальных траекторий в субрименской геометрии, которые имеют совершенно другую природу, которые, тем не менее, анормальны, которые, тем не менее, не анормальны, а особых. Есть еще примеры особых траекторий в субрименской геометрии, совершенно других, которые не являются анормальными. Такого в субрименном геометрии не бывает. И об этом я попробую поговорить на следующем занятии. Хорошо. Спасибо большое по вашему комментарии.